В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». В студии Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главных событиях прошедших дней. Оплаты картами или банковскими картами, либо карты единой транспортной карты Стрелка. Наличность при оплате проезда не сработает. Меры профилактики коронавируса обсудили на заседании оперативного штаба. Новый состав общественной палаты округа. Кто претендует и как отбирают кандидатов? Наши ветераны. 95 лет исполнилось Люберчанину Ивану Кононову. Глава округа поздравил именинника лично. Увидеть округ с высоты. Колесо обозрения в Люберцах откроют уже к середине лета. Сейчас об этом подробнее. Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управления и ведомств округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и объявления победителей различных конкурсов стали основными темами совещания. 1950 раз жители обращались в полицию на минувшей неделе. По заявлениям правоохранителя возбудили 29 уголовных дел, из которых 25 раскрыто по горячим следам. Кроме того, на территории межмуниципального управления участились случаи мошенничеств с пенсионерами. А также произошли резонансные преступления. Краскова улица, лесной тупик. Там молодой человек убил дедушку. Чуть не поздорили. Дедушка там ругался на нее, тот занимался. И также было разбойно-нападение на дом, которое все читали и видели в интернете. В городе Котельники, в одном из коттеджных поселков. Так что будьте, кто проживает в своих домах, будьте внимательны. Также ставьте сигнализацию. Гораздо спокойнее с пожарами. На минувшей неделе люберецким огнеборцам предстояло потушить всего один. 12 марта город Люберцы, поселок Марусино, улица Заречный, дом 33, корпус 3. В 3 часа 10 минут на леченой клетке мужчина уснул с неподушенной сигаретой. В результате загорелись личные вещи, на нем одежда. И с ожогами 30% тела было доставлено в Берецкую городскую больницу. Технологических отключений электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения не было. Запланированные работы по замене лифтов выполнены в полном объеме. Ремонт подъездов. В текущем году в городском округе Люберцы планируется отремонтировать 470 подъездов. На март план 72 подъезда по ремонту. Уже выполнено 26 подъездов. В работе находятся 15 подъездов. Всего в городском округе отремонтировано с начала года 71 подъезд. Стало известно, что подъезд Люберец, расположенный в 18-м доме на Московской улице, занял второе место на областном этапе конкурса на лучшую входную группу. Также объявили двух победителей конкурса на звание системообразующего предприятия. Проведенный конкурс по поддержке системообразующих предприятий в прошлом году позволил выявить два предприятия системообразующих. А это такие предприятия, на которых работает больше 200 человек, в которых объем отгрузки больше 200 миллионов рублей и которые работают в промышленном секторе. Два предприятия, гонеческое предприятие «Полёт» и предприятие «ТНЗМ» выиграли данный конкурс. Это люди, которые сделали бизнес из чистого листа. То есть у них была идея, мысль и пошагово они сегодня превратились, одни из крупнейших предприятий на территории, достаточно успешно работают. Руководителям предприятий вручили сертификаты на 30-процентную льготу по земельному налогу. Анна Троян, Валерий Абсолявов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вопросы пожарной безопасности населения в летний период и мероприятия по предотвращению последствий половодия и паводков стали главной темой совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заседание провел глава округа Владимир Ружицкий. Оперативные штабы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодия в этом году создадут в округе для предотвращения негативных последствий подтоплений. Кроме того, комиссия приняла решение организовать круглосуточный сбор информации о паводковой обстановке, а также контролировать состояние гидротехнических сооружений. В течение ряда лет в городском округе Люберцы отсутствовали негативные последствия весеннего паводка. Благодаря следованию четкому плану действий по их недопущению и проведению привитивных мероприятий. Еще одна опасность для жителей с приходом тепла – наступление пожароопасного периода. О своей готовности к горячей паре и мерах профилактики главе доложили огнеборцы. До введения особого противопожарного режима, который планируется ввести на территорию Московской области с 15 апреля, необходимо обеспечить реализацию предусмотренных правилами противопожарного режима мероприятий по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и других материалов. В завершении заседания глава Люберец отметил, что городской округ готов к нештатным ситуациям в течение всего паводкового периода, благодаря предложенному ряду мер. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Московской области выявлено около 20 человек, заболевших коронавирусом. Для того, чтобы не допустить распространения недуга, в округе предприняты меры профилактики. Накануне их обсудили на заседании оперативного штаба. Все учреждения и предприятия переведены на особый режим работы. В инфекционных отделениях Люберецкой областной больницы развернуто 111 коек для возможной госпитализации заболевших коронавирусом. В детскую больницу в ближайшее время дополнительно поступит 25 тысяч масок. В школах введено свободное посещение. 48% родителей предпочли оставить своих детей дома. Этот режим действует до 21 марта, так как с 21 марта по 29 марта включительно дети в школах уходят на каникулы. И никаких занятий, даже дистанционного плана, организовано не будет. А вот с 30 марта до 12 апреля сама деятельность общеобразовательных организаций приостанавливается. Дети в школу ходить не будут, но они будут заниматься дома с использованием дистанционных форм. Изменения произошли и в работе транспортных компаний. Водители автобусов обязали проводить постоянную дезинфекцию. 17 марта весь общественный транспорт городского округа переведен на безналичный расчет. Оплаты картами или банковскими картами, либо карты единой транспортной карты Стрелка. Я призываю наших пассажиров с пониманием отнестись к данной процедуре. Это в первую очередь речь идет о нашей с вами безопасности. В случае каких-то недопониманий прошу, есть у нас телефон горячей линии, есть управление транспортом, сразу нам давать такого рода информацию. Чтобы не допустить распространения коронавируса, с 16 марта подъезды многоквартирных домов обрабатывают спиртовым раствором. Сотрудники управляющих компаний ежедневно проводят дезинфекцию мест общего пользования. Данная ситуация администрация взята на контроль. Также управляющим компаниям обеспечено развесить на информационных счетах МКД, также разместить на сайтах управляющих организаций непосредственно графики проведения дезинфекции. И у меня есть просьба гражданам по тем управляющим компаниям, по тем жилым домам или подъездам, где данные мероприятия не выполняются, просьба обращаться в единую диспетчерскую службу. В настоящее время на территории Люберец не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Жители могут получить всю необходимую информацию по номеру горячей линии 8 800 550 50 30. Луиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Чистота в местах скопления людей сейчас актуальна как никогда. На предложение проверить качество санитарной уборки ведомство реагирует оперативно. Представители Министерства транспортной дорожной инфраструктуры и административно-пассажирской инспекции Московской области провели рейд на станции Люберцы-1. Несмотря на карантин, введенный в столичном регионе, здесь наиболее повышенный пассажиропоток. На территории ЖД-станции и в электричках чистоте и дезинфекции сейчас уделяется повышенное внимание. Специально созданная комиссия вместе с жителями проверила работу санитарных служб, в частности на поручнях, турникетах, лестницах и в переходах. В соответствии с законодательством и требованиями руководства и служб соответствует нормам, и нарушений не было выявлено на настоящий момент. На сегодняшний день вопросов к нам больше не было. Представители Министерства транспортной дорожной инфраструктуры и административно-пассажирской инспекции ежедневно проводят проверки на ЖД-объектах. В том числе и во время санитарной обработки, которая проводится круглосуточно. Новое распоряжение губернатора Подмосковья в связи с коронавирусом с 16 марта подъезды многоквартирных домов обрабатывают спиртовым раствором. Такие меры приняты, чтобы не допустить распространения инфекции в регионе. Люберецкие управляющие компании уже приступили к работе. Более 2000 многоквартирных домов, 6400 подъездов. Весь жилой фонд городского округа Люберцы с этого дня обрабатывает специальным раствором 75% спирта и 25% воды. Такое средство и от коронавируса убережет и аллергию не вызовет. Данные обработки проводятся ежедневно. Каждое утро, начиная с 9 утра, сотрудники управляющих компаний проводят дезинфекцию во всех подъездах. Полностью по всем управляющим компаниям организовано данное мероприятие. Входная дверь, лестничные перила, почтовые ящики, кнопки домофона и лифтов. Все, к чему прикасаются жители при входе и выходе из дома, подвергается тщательной обработке. Конечно, дополнительная защита нужна, но паники я вообще не наблюдаю в доме. И люди как-то все с пониманием относятся. Видимо, как-то они сами концентрируют свое внимание на здоровье. Такая мера защиты действует по всему Подмосковью. Дезинфекцию проводят не только в жилых домах, но и в офисах МособлЕРЦ и МОСЭНЕРГОСБЫТА. Антисептической обработке подвергаются также кассы управляющих компаний и расчетных центров. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жители Люберецкого округа узнали о своих долгах совсем не так, как привыкли. Об обязательствах автовладельцам рассказали во время рейда «Должник». Его организовали сотрудники налоговой службы, госавтоинспекции и судебные приставы. Этим утром жители округа останавливали далеко не для того, чтобы померить температуру. Однако от такого известия она вполне могла подняться. Кирилл Дмитриевич, задолженность по налогам в размере 9600 рублей. К сожалению, расшифровку вам дать не могу, это вам надо будет в налоговую обратиться. Кирилла Максимова, как законопослушного гражданина, ждала нежданная весть о неоплаченном транспортном налоге. Мужчине выдали квитанцию, которую он обещал оплатить. Обычно всегда проверяю налоги сам, но в этот раз я упустил, и мне никаких квитанций не пришло. Хорошо, что проводятся такие рейды. По дороге на работу я смог узнать это за должности. Вот так о своих налоговых задолженностях жители округа могут узнать ежеквартально. Во время рейда судебным приставам и сотрудникам налоговой удается оповестить об неоплаченных обязательствах как минимум 10 злостным неплательщикам. Для того, чтобы оповещать население, на самом деле люди достаточно спокойно реагируют на данные мероприятия, согласно оплатить за должность. Мы выдаем квитанции, и они оплачивают. В этот раз участники рейда за несколько часов работы проверили 56 автовладельцев и выявили 12 должников с незначительной суммой долга. Им вручили требования о явке к судебному приставу исполнителю. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Программа по замене лифтового оборудования на 2019 год выполнена на 100%. 130 новых подъемников в Люберцах готовы к работе. Качество выполнения поставленных задач на Красноармейской улице оценил глава округа Владимир Ружицкий. Лифт постоянно ломался, так как у меня еще маленький ребенок. Иногда даже приходилось с коляской подниматься. Один вот этот постоянно не работал, то работает, то не работает. Вот этот тоже периодически выходил из строя. Теперь очень здорово. Спасибо, что нам наконец-то это все сделали. Удобство, безопасность и комфорт. Все это появилось в жизни Ольги Ерохиной с появлением новых лифтов. Поочередное обновление подъемников в дом 13 по Красноармейской улице пришло в рамках программы капитального ремонта. Всего ЛГЖТ предстояло поменять 41 лифт, отслуживших свой срок. У нас в планах в 2019 год было 126 домов капитальный ремонт. Мы планировали замену 130 лифтов. И мы говорили, что к концу февраля это все будет. И на самом деле мы с этим справились. 130 лифтов сданы, запущены, работают. Я могу сказать, что есть дома, где был снос сроков на неделе 2-3. Это тоже было. Я приношу за это извинения. Несмотря на небольшой перенос сроков, программа по замене лифтов на 2019-й выполнена в полном объеме. Управляющие компании провели пусконаладочные работы и необходимые проверки подъемников. При возникновении сбоев в их работе власти просят сообщать в ответственные инстанции. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Детский сад на 350 мест в этом году распахнет свои двери в поселке Красково. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Дошкольное учреждение расположилось в шаговой доступности для 5000 жителей нового микрорайона. Трехэтажный детский сад находится на берегу карьера. Он не похож на другие дошкольные учреждения округа. Высокие потолки, просторные игровые, спортивные и музыкальные залы. Все это достанется в пользование юным люберчанам. Детсад рассчитан на 20 групп. Пять из них предназначены для воспитанников ясельного возраста. Сегодня все идет в плане. Вот мы еще раз переговорили. Сегодня идут, по сути, финишные отделочные работы. Как строители обещают, что они маем месяцем завершат все работы. Маем месяцем будет завершено в том числе и благоустройство. И обещают именно в плане оформления документов где-то к 10 июню получить решение на ввод. Это основные документы для строителей. Всего в этом году в округе построят пять детских садов, которые примут тысячу с небольшим дошколят. В парке Наташинские пруды появился контейнер для сбора ненужных электроприборов. Такой подарок за популяризацию раздельного сбора отходов городскому округу сделал Фонд рационального природопользования. Подобные устройства есть лишь в нескольких городах России. Но в ближайшее время их планируют установить повсеместно. С января будущего года вступает в силу запрет на захоронение подобных отходов. И фактически нам всем придется учиться цивилизованно собирать и сдавать на утилизацию те ненужные или разбитые гаджеты, перегоревшие ненужную бытовую технику. В контейнеры можно выбросить любую электронику и бытовую технику. Собранные приборы в дальнейшем будут отправлять на переработку. В мае 2020 года в городском округе Люберцы сформируют новые составы общественной палаты. Ну а пока кандидаты преодолели первый этап. Прошли собеседование с представителями главного управления социальных коммуникаций Московской области и общественной палаты муниципалитета. Активные, заинтересованные, из народа. С 2013 года общественная палата Люберец объединяет неравнодушных жителей, которые хотят быть полезными округу. На первом этапе отбора комиссия беседовала с кандидатами, выясняла мотивацию и цель вступления. Александр Игнатьев, действующий член общественной палаты, за три года работы директор инженерного лицея, в составе комиссии по образованию и науке, сделал немало полезных дел в своей сфере. Мы инспектируем образовательные организации городского округа Люберца, смотрим за ходом строительства новых образовательных организаций, оцениваем качество выполнения работ и координируем различные действия по работе с населением, с людьми, с обращениями жителей, для того, чтобы в дальнейшем решать эти вопросы. Общественной палате Люберец предстоит решать вопросы ЖКХ, здравоохранения, спорта, молодежной политики. Всего 14 профильных комиссий. Направлением миграционной политики и межнациональных отношений хочет заниматься предприниматель Александр Дмитриев. Примерить роль общественного деятеля – его давняя мечта, ради которой он готов пожертвовать свободным временем. Хотел бы заняться фондами по помощи малообеспеченным, детдамам. Вновь движет моя любовь к городскому округу Люберца. Во мне есть энергия и большое желание. Новый состав общественной палаты округа формируется в четвертый раз. 34 активных люберчанина выдвинули свои кандидатуры. Муниципальное депутатство, госслужба или судимость – недопустимы для желающих вступить в ряды общественников. А вот совершеннолетие, активная жизненная позиция и постоянное проживание на территории Люберец – то, что нужно. У нас работают пункты приема с понедельника в аппарате общественной палате по адресу Октябрьский проспект 190 и на улице Звуковой, дом 4. По этим адресам можно прийти, проведут непосредственно консультацию. Также можно зайти на сайт общественной палаты Московской области. Впереди общественное голосование, которое состоится в мае. Новых членов общественной палаты Люберец утвердит Совет депутатов, общественная палата и губернатор Московской области. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Еще один житель Люберец отметил круглую дату. Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кононову исполнилось 95 лет. Наша съемочная группа отправилась в гости к имениннику, чтобы поподробнее узнать о его жизненном пути. Ведь общение с нашими ветеранами – это большая ценность для современников. Звали меня в 43-м году. Попал сперва в батальон связи. В батальоне связи я курсы прошел. И потом наша армия перебросилась в Прибалтику. Я там всю войну в Латвию, Литву прошел. Там же Иван Иосифович встретил победу. За храбрость и мужество, проявленное в борьбе с фашистами, он огражден многочисленными орденами. Теперь в копилке ветерана появилась еще одна – юбилейная медаль. Я вам его с вашего решения вручу. Она называется «75 лет победы». Владимир Ужицкий поздравил ветерана от имени президента России. Вручил ему памятные подарки. Юбиляры, члены его семьи, в свою очередь, выразили желание посетить в этом году парад победы на Красной площади. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Декрет – не время для скуки. Жительницы городского округа Люберца в очередной раз доказали это. Четвертый ежегодный конкурс «Мамочка-люберчаночка» объединил творческих, целеустремленных и активных женщин. За финалом проекта следила наша съемочная группа. Для кого-то это давняя мечта, а для кого-то – преодоление комплексов. К выходу на большую сцену участницы конкурса готовились два месяца. Из 60 претенденток только 19 получили право бороться за корону «Мамочки-люберчаночки». Посетили более 20 мастер-классов. Каждые выходные у нас были репетиции. В принципе, каждый достойно короны. Но победительница конкурса будет одна. Выбор той самой победительницы лег на плечи компетентных членов жюри. Среди них общественные деятели, сотрудники администрации, депутаты и медийные личности. Очень многие люди, которые никогда не были на сцене, никогда не танцевали, не получают огромное количество лайков, потому что они искренне откровенные. Они иногда даже забирают пальму первенства у нас, у телевизионщиков, у артистов. Почему? Потому что они искренне, они настоящие. Им больше веришь. И самое важное, что они все стараются. Это прямо видно. Это здорово. Дефиле, визитная карточка, общий танец. Все, как на настоящем конкурсе красоты. Но в этом году организаторы проекта добавили еще один социально значимый этап под названием «Твори добро». Нужно рассказать о своем добром деле. Люди не привыкли рассказывать на показ о своих добрых делах. А здесь перед большой аудиторией ты как будто бы кичишься, хвастаешься. Но в проекте мы поняли, что это не так, что нужно и важно рассказывать о своих добрых делах, чтобы другие последовали твоему примеру и тоже не боялись совершать добрые дела, даже самые маленькие. Участницей организаторов конкурса поприветствовал Владимир Ружицкий. Представительницам сообщества «Мама офлайн» глава Люберес вручил благодарственные письма. Я сегодня хотел бы, конечно, сказать всем огромное спасибо, кто был вовлечен в этот проект, кто сегодня представил свои номера, потому что все они победители. Не важно, кто выиграет, но все они победители. Победители все, но корона досталась одной. В этом году ее обладательницей стала мама двоих детей, аэродизайнер Юлия Артищева. Луиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В парке Наташинские пруды началось строительство колеса обозрения. Аттракцион высотой 42 метра разместится за главной сценой парка. Сейчас на огороженной территории проведены инженерно-геологические изыскания. До 1 апреля планируется сделать основание для сооружения. А вот покататься на колесе обозрения жители и гости люберить смогут уже в середине лета. Территорию вокруг колеса обозрения разработаем отдельный проект благоустройства. Также в текущем году мы делаем амфитеатр на центральной площади. Амфитеатр на 150 посадочных мест с велопрокатом. На этом выпуск завершен. Еще больше информации, еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова